Джейд Девлин. Мужчина с огнестрелом. Информации было ничтожно мало, хотя, ожидаемо. Это ведь не свидетельство о выпуске из Академии, где обязательно отмечены все параметры, включая привычки и желания потенциального оружия. По академическим карточкам всегда можно было подобрать самого подходящего напарника, и не только по совместимости духовной энергии. У многих братьев, сестер и прочих родственников тоже этот показатель совпадает, но не факт, что они станут хорошей боевой парой. Кстати, а ведь Академия! Что ж я сразу об этом не подумал? Почему бы не сдать малолетку туда и не забыть о проблеме лет на десять? Это было бы идеальным вариантом, но что-то мне подсказывало, что это слишком наивная идея. Иначе бы дикарских отпрысков сразу отдали на полный пансион, а не раздали мастерам. Девчонку доставят, или мне самому придется ее по подворотам, ловить. Все еще раздраженно спросил я сотрудника канцелярии. Можно и доставить, мастер. Только тогда придется немного подождать. Вы можете пока заполнить документы на опекунство и получить содержание. Документы давай сюда, а содержание на карточку сами кинете. Шляться по кабинетам я не собираюсь. Я едва заметно махнул рукой в сторону пацана. И принеси мне что-нибудь из холодных напитков. Бумажной волокиты было не слишком много, круж со льдом тоже был неплох. Карточка вскоре завибрировала, сообщая о поступлении денег. И только навязанного мне металлолома все еще не было видно. Ее пешком с фиолетовой спирали тащат. Или внезапно разучились телепорты использовать. — Прошу прощения за ожидание, мастер Максимилиан! — торжественно произнес пацан Степлер. — Мастер из отделения опеки уже прибыл. Я обернулся. — Хорошей охоты, Макс! — поприветствовала меня старая знакомая, заставляя расплыться в чуть лукавой улыбке. — И тебе, Сирена, и тебе! — привстал я, приветствуя девушку. — С каких пор ты работаешь в опеке? — Ну, кому-то же надо это делать! — пожалла плечами крошка Си. — Сейчас во многих ведомствах нехватка кадров, потому приходится. Зато платят, как за полноценные миссии третьего уровня. А нам после ранения, сам понимаешь. — Сочувствую, — кивнул я. — И я тебе, — вдруг фыркнула она. — Держи вот, твоя головная боль на ближайшие пару десятков лет. Она протянула мне даже на вид болезненный, тусклый и обшарпанный кое-где уже тронутый ржавчиной пистолет. Девочка не слишком приветлива, недоверчива и... В общем, сам скоро узнаешь. А ведь говорила я тебе, что нечего бобылем ходить. — Спасибо за беспокойство! — радостно прошипел я, двумя пальцами подцепляя оружие за спусковую скобу. — Кобуры у этого сокровища нет, я так понимаю. Ну или хотя бы деревянного футляра. — Захочешь — купишь, — пожала плечами женщина. — Никаких вещей с ней не полагается. Да у нее и нету. Она сирота, как все меченые. Мы ее из какой-то бесплатной лекарни забрали. Кстати, в течение суток надо предоставить им стандартную липу, иллюзорные бумаги должны быть приложены к контракту. — Так она действительно больная, — практически простонал я, снимая с себя на шейный шарф и заворачивая металлолом. Еще и узаконивать ее исчезновение самому придется. Ну хоть пустышки дали. Иллюзорные бумаги — универсальные документы, которые показывают людям именно тот документ, который они подсознательно хотят увидеть. Но на тех, кто управляет скверной, такой трюк никогда не подействует. — А ты как хотел? Здоровых среди дикарского выводка нет. Скверной их никто с рождения не кормил. Это еще ничего, просто хромая. Но малый куб впитало с лету, насухо, так что даже носитель разрушился. Я эле слышно присвистнул. — Ржа, это же теперь сколько надо в нее влить, чтобы просто... просто привести в более-менее рабочее состояние. И к лекарям, наверное, нужно тащить что-то в нее. Хромота? Заодно надо и полную дегельминтизацию сделать. Наверняка забрали из дикого мира, там вообще никакой санитарии. Вот сверчня. Жил себе спокойно, размеренно, по графику, а тут вручили подарочек. Сирена словно прочла мои мысли. — Да, вкладываться придется по полной, и учти, все эти дикарята на контроле у прародителя. Не скинуть, не подарить не получится. — Знаю, — недовольно буркнул я. — Ладно, чем скорее отдам лекарям, тем скорее увижу полную картину предстоящего геморроя. Удачного рабочего дня, Сирена. — Хм, а может, как-нибудь спишемся, сходим в один из твоих любимых ресторанов, естественно, вместе с твоей милой Тали. Я обворожительно улыбнулся. Действительно, почему бы и нет? Надо же как-то сбросить стресс. — Ну, если у тебя выдастся свободная минутка, — воодушевляюще начала она. И закончила совсем на другой ноте. — Что вряд ли. Многозначительный взгляд на сверток с металлоломом сказал все сам за себя. — Да и я в последнее время еле на ногах держусь. Набегалась с этими меченами. Извини. — В наших ладонях все время спирались, и подмигнул я, вызвав у девушки легкий румянец. — Думаю, мы найдем пару свободных часов. До встречи. — До свидания, — хихикнула она, будто юная выпускница академии. И за моей спиной закрылись створки отделения опеки. — Теперь к целителям, — пробормотал я себе под нос и широким шагом двинулся в сторону главного лифта. Пистолет в шарфе недовольно вибрировал и пощелкивал затвором. Ментально связываться с мастером дикарка явно не умела, так что выражала свое негодование как могла. — Мда, характер у ржавейки явно не слишком покорный. Придется воспитывать. А интересно, Си уже объяснила, железяки ее место в спирали или эти полномочия делегировали мне. Судя по вибрации, верно мое последнее предположение. До лекарских покоев я добрался достаточно быстро, и как только персонал выскочил ко мне навстречу, среагировав на сигнал срочного вызова, всучил им сверток. — Вот, сделайте, что возможно и невозможно. Деньги не имеют значения. — Опять дикарь? — страдальчески скривился молоденький дежурный лекарь, двумя пальцами выуживая пациентку из моего шарфа. Он потер едва заметный синяк на скуле и уныло констатировал. — Тогда ваше присутствие, мастер, обязательно на протяжении всех процедур. Нас уже достало ловить этих животных по всей лекарне. Они еще и дерутся. — Все настолько плохо, — сделал я акцент на втором слове. — Уфу, — буркнул он. — И ладно бы только парни, так девки тоже агрессивные, как куздры в брачный период. Так что сами держите свое оружие, наше дело лечить, а не укращать. Словно подтверждая его слова, пистолет в шарфе низко завибрировал и щелкнул курком. И нагрелся, похоже, потому что лекарь ойкнул и перехватил недооружие через тряпку. — Вот сверчня, а я рассчитывал сдать обузу и хоть на пару часов еще отодвинуть головную боль. — Ладно, но вы тоже на всякий случай приготовьте седативные препараты. Я забрал у лекаря сверток и направил в оружие энергию с четким приказом — принять человеческую форму. Вряд ли дикарка умеет менять ипостась самостоятельно. Небольшая вспышка, и у моих ног со стоном валится... Ну, судя по длинным волосам, точно девчонка. Тощая, бледная, в каких-то немыслимых линялых тряпках. Сначала она приземлилась на колени, а потом и вовсе. Упала на бок, вскрикнула и, несмотря на явную боль, откатилась по полу под кушетку. Раз только — и нету пациентки. Одна стопнанная тапка осталась валяться посреди приемной. Ну, совсем как какой-то дикий зверь. Вот сверчня, она хоть говорить умеет. Ах ты ж гадство-нахальство! Это что было? Чокнутая баба чем-то в меня... Выстрелила? Оглушила? Черт ее разберет. Но одно знаю твердо. Отбиваться буду до последнего. Странный паралич в темноте, наполненный голосами, длился, кажется, вечность. Но когда он закончился... Бедро прострелило огненной вспышкой от удара о пол, но это мелочи. Бывало и больнее. Мгновенный взгляд позволил найти ближайшее укрытие, и еще не растерявшее рефлексы тело удалось рывком дотащить до низкой скамейки, под которой было спасительно темно. Инстинкты оказались сильнее разума, понимавшего, что прятаться под лавочкой не самое умное. Но хоть дух переведу. Какого хрена происходит? Кому понадобилось меня похищать, хромую инвалидку? На органы? Чушь. Мы ее оттуда доставать не будем, вдруг раздался мужской голос. Еще покусает. Были прецеденты. И что предлагаете? Кушетку поднять или палкой потыкать? Скептически спросил другой голос. «Ваше оружие! Вы выманиваете!» Непримиримо открестился первый. Да сдалось оно мне! Тяжело вздохнул другой, такой манерный немного, нарочито утомленный. Противный. Если бы не предписание, я бы к такой даже не приблизился. Мое дело маленькое — зарегистрировать, оценить повреждения и дать направление к узким специалистам. Остальное — это обязанности взявших опекунство мастеров. Мне кажется, или первый тщательно, но не слишком успешно скрывает в голосе злорадство. «Не рассказывай мне тут прописные истины! Скальпель потертый!» Второй голос явно начал раздражаться. Я напряглась. Послышался шорох одежды и звук шагов, приближающихся к моему укрытию. Перед носом мелькнули сначала щегольские кожаные сапоги с цепочками, потом край черных штанов, похожих на джинсы, а потом ко мне под лавку заглянул мальчишка. Кукольно-красивый брюнет с тонкими скульптурными чертами лица, огромными глазами, в пушистых длинных ресницах, пухлыми губами, острым подбородком. У царицы Натальи в кабинете стояли такие шедевры. Авторские, безумно дорогие, просто нереально красивые. Наша богиня их коллекционировала. Так вот, этот мальчик словно сбежал со стеклянной подставки, на которой обычно размещался очередной коллекционный экземпляр. Таких идеальных лиц у живых людей не бывает. Он был настолько ненастоящий, не укладывающийся ни в один из ужасных сценариев, которые уже успели прокрутиться в моей голове, что я даже забыла бояться. «Чего тебе надо, куколка?» Нелепо прозвучит, но мне из-под моей лавочки вдруг захотелось потрогать его. Он тёплый или пластиковый? «Надо же! Оно разговаривает!» Скульптурный мальчик закатил глаза и изобразил тяжёлый вздох. «Только о приличиях, видимо, тут даже не слышали». Я не слышала о приличиях. Так, стоп. А почему мне нельзя уметь разговаривать? Что вообще происходит? Такое впечатление, что после укола тем странным кристаллом в руку мир сошёл с ума. Или я сошла с ума? Уже не знаю. На всякий случай вылезать из-под кушетки я погожу. Кто их разберёт? Куколок. Может, в моём бреду они кусаются? Ну и помолчу, раз от меня слов не ждут. Целее буду. Моё имя — Максимилиан. Но ты будешь звать меня мастер. Не дождавшись от меня реакции, кукольный мальчик пожал плечами и безапелляционным голосом начал раздавать указания. «Вылезай оттуда и дай лекарю тебя осмотреть». Я как-то не сразу осознала, что приказывают мне. Слишком увлеклась, изучая местность. Чёрт, под моей кушеткой похоже единственное убежище, да и то хлипкое. А что там бормочет эта кукла? А почему тогда сразу не «господин», раз уж пошли такие ролевые игры? Прозвучало немного нахально, но если он начнёт объяснять, у меня будет время оглядеться получше. И что «и»? Упрыгать от глюков на одной ноге? В целом это возможно, но вряд ли далеко. Так что и вылезать я не спешила. Глупо, конечно. Захотят — достанут. «Потому что я твой мастер». Похоже, куколка пытался изобразить голосом терпеливое увещевание, но получалось у него так себе. «А господин — это обобщённое обращение ко всем мужчинам старше и выше тебя по статусу. Хотя в твоём положении это все окружающие тебя мужчины». «То кто мужчины?» Я лихорадочно перебирала все возможные варианты происходящего, упорно отодвигая самый очевидный. Та дура со стекляшкой сказала правду и превратила меня во что? А потом притащила в кукольный мир и продала? Передала? Тому, кто называет себя мастером? Звучит настолько бредово, что у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. «Неужели правда? Ну не на запчасти же меня украли?» «Да вы смеётесь. У балерины к девятнадцати годам такая изношенность внутренних органов, что пересаживать их себе будет только самоубийца». «В бордель?» Рассказывали нам страшилки. «Но кому нужна тощая, хромая девчонка с остановившимся взглядом?» «Хотя насчёт взгляда я уже не уверена. Вон как взбодрилась. И мысли в голове сразу толпа. Так, пока не пойму, куда попало, буду нести любую чушь и заговаривать зубы хоть куклам, хоть динозаврикам. Клановых сыновей можно называть юный господин. Без клановых — ну, там, как договоритесь. Похоже, кукольный мастер всё ещё не терял надежду воспитать меня по-хорошему. «Вылезай!» «Тянуть время — не лучшее решение. Будешь упрямиться, я снова пере... Сделаю из тебя вещь». Он явно подбирал слова. «Тебе ведь не понравилось?» «Нет», — угрюма согласилась я, оценив угрозу. «Тот странный паралич мне не просто не понравился. Он меня напугал до мокрых пуантов. Я колотилась изнутри об эту тесную пустоту, как летучая мышь, об оконное стекло и паниковала всю дорогу. «Ладно. Но только если вы объясните, наконец, что происходит и что вам всем от меня нужно». «Вылезти» получилось намного медленнее, чем спрятаться. Бедро рьяно напоминало о себе. Да и вообще слабость накатила. Привычная такая, пополам с апатией. Словно заряд во мне подошел к концу и стало почти все равно. Я даже вопрос задала больше по инерции. Мой взгляд блуждал по просторному помещению, светло-зеленым стенам, белому потолку с матовыми светильниками. Точно больница. Но дорогая. Лично мне? Ничего. Но, увы, у нас обоих нет выбора. Сухо объяснил Ку... Как его? Максимилиан? Ну и имечка. Я объясню, как только целитель проведет полное обследование, чтобы узнать всю глубину той бездны, в которой мы находимся. Он слегка нахмурился. И да, я запрещаю тебе бить лекарей, кусаться, царапаться и как-либо выражать им свое неуважение. Вреда они тебе не причинят. Кажется, парень действительно считает, что я безоговорочно буду выполнять все его указания. Но у него есть аргумент. Будет пугать меня параличом. Гад. Или мне уже все равно? В привычной апатии даже спокойнее. Мой блуждающий взгляд между тем набрел на еще одного персонажа. Тоже молоденький, но на человека гораздо больше похож. Обычное в меру смазливое лицо и униформа белая с какой-то эмблемой на нагрудном кармане. «Это вы лекарь? Ладно, я не буду вас бить. Только помогите мне встать, пожалуйста». Ну да, из-под кушетки я выползла и осталась сидеть на полу. Сил подняться не осталось. Я бы, наверное, даже прилегла прямо на пол, если бы не кукольный взгляд, который не отпускал. Приказы и прочие особенности интонации куколки я пока оставила за скобками. Потом все обдумаю и проанализирую. Конец. Конец. Продолжение следует...